МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами снова программа «Пересмешник». И я, ее ведущий, Николай Саидов. Представьте себе ситуацию. На безлюдной улице у вас отобрали кошелек. Вы запомнили обидчика и поддали на него в суд. Но одновременно с этим вы по собственной инициативе нашли свидетелей и строго их проинструктировали, чтобы они под присягой заявили суду, что это вы сами пристали к грабителю и сами заставили этого бедного хулигана забрать у вас кошелек. Абсурд, скажете вы? Нет, это еще не абсурд. Это только его первая половина. Вторая половина состоит вот в чем. В том, что вы сами собрали эти свидетельские показания, сами на каждом из них лично расписались и сами отправили их в суд. Вот теперь наступил полный абсурд. А теперь мы переведем этот абсурд в реальные факты. А вот помните тот клоунский процесс, затеянный Иваном Леонидовичем против новодвинских перевозок? Ну, тот процесс, который он организовал сразу после того, как к его личности стали проявлять пристальное внимание специалисты из прокуратуры и следственного комитета. Администрация тогда быстренько оформила иск в арбитражный суд против новодвинских перевозок с требованием вернуть ей 3 с лишним миллиона рублей. Следовательно, у новодвинских перевозок, как у ответчика, возникла обязанность доказать суду, что эти деньги они действительно потратили для льготников. Они вытащили из кошелька администрации. Но новодвинские перевозки так и не могли толком объяснить, куда они эти деньги потратили. Тогда администрация, чтобы уже наверняка проиграть свой собственный иск, додумалась вот до чего. Стала она упрашивать льготников, написать заявление, что, мол, они льготники. В 2009 году льготные билеты действительно получили в полном объеме и действительно израсходовали их в том же полном объеме. А значит, новодвинские перевозки никому ничего не должны возвращать. Да нет, мы ничего не перепутали. Ни новодвинские перевозки это организовали. Это как раз было бы и вполне логично. Организовал этот сбор заявлений именно администрация. Не верите? Вот смотрите. Это одно из множества заявлений в адрес администрации. Заботливо проштампелеванных отделом кадров администрации, заверенных личной подписью начальника отдела кадров и направленных администрацией в арбитражный суд. И как вы думаете, что мог сделать суд, если администрация, образно говоря, предоставила ему доказательства того, что это не ее ограбили, а она сама догнала обидчика и запихала ему в карман свой кошелек? Цитируем решение. Суд установил, что материалами дела подтверждается факт оказания обществом услуг. Данные обстоятельства подтверждаются также представленными в материалы дела иными доказательствами, в частности, заявлениями пассажиров-льготников о том, что они фактически пользовались льготными проездными билетами. Конец цитаты. Фамилию и адрес этого заявителя мы специально не показываем, потому что люди-то, вероятно, не догадывали, что их используют в темную. Хотя, если откровенно, уровень наивности наших горожан просто зашкаливает. Слава Богу, жизнь уже научила нас не прятать ключи от квартиры под ковриком и не открывать дверь всяким проходимцам. Но когда же мы научимся дорожить своей подписью и не будем ставить ее под разными сомнительными заявлениями? И когда же мы начнем отвечать «нет» на всякие не менее сомнительные предложения нашей администрации? Смотрите, как бы не вышло у вас, как в том бородатом анекдоте. Выиграл мужик в лотерею кругосветный круиз на океанском лайнере. Вечерком вышел на палубу, а там сидят наши новые русские в цепях, с перснями и виски пьют. И на него внимательно смотрят. А он, чтобы хоть что-то сказать, смотрит на горизонт и задумчиво произносит. «Да, закат чистый, значит, завтра хорошая погода будет!» А один из этих крутых и отвечает. «Ну, смотри, мужик, за язык тебя никто не тянул!» На сегодня это все. Я с вами прощаюсь на неделю. До встречи. Не скучайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова